В Великом Новгороде проходит выездная сессия корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сегодня ее руководитель Александр Броверман встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитином. А после состоялась презентация инвестиционных проектов. Подробности в репортаже Юлий Бабич. На повестке пять проектов, претендующих на кредитно-гарантийную поддержку корпорации МСП. Боровическая компания с 20-летним стажем, к примеру, она нужна для строительства современной грузовой станции. Цена вопроса 147 миллионов, а в итоге объект даст 35 новых рабочих мест и 2 миллиона налоговых поступлений в год. Это современная станция на трассе М-11. Планируем строительство начать, скорее всего, в мае месяц, как только это будет возможно. И завершение строительства в декабре 2018 года. Заинтересовали присутствующих и планы демянского фермера по развитию рыбоводства в районе. Хочется увеличить объемы производства. Форель, карп, сом. Есть идея за год вырастить 200 тонн рыбы. Для этого нужны кредитные 40 миллионов. Даже для хозяйства, крестьянное хозяйство в каком-то отдаленном районе и общаться с такой крупной корпорацией, как МСП, это, в принципе, уже какое-то продвижение вперед. Раньше, например, мы предположить не могли, что это может снизойти такая корпорация до крестьянского хозяйства. Все пять проектов, представленные на встрече, нашли поддержку корпорации. В их числе проект по шоковой заморозке овощей, строительству гостиницы и завода по производству хлопьев. Эти проекты на сумму, повторюсь, еще раз 526 миллионов рублей, при поддержке корпорации 380 миллионов рублей. И что для нас крайне важно, это 160 рабочих мест, которые будут созданы только на этих пяти проектах. Но этими пятью проектами не только не исчерпывается, а продолжается та линия, которая носит абсолютно регулярный характер. Просто мы считаем необходимы ключевые для нас самые важные регионы выезжать с вот такой стратегической сессией. И будем это повторять. Эти проекты позволят поддержать развитие территории, особенно тех, где нет исторически крупных производств, подчеркнул глава региона. А в целом, оценивая год сотрудничества, Андрей Никитин подчеркнул, корпорация оказывает реальную поддержку новгородскому малому бизнесу. Появились совершенно новые возможности у наших компаний, связанные с закупками, у госкомпаний, связанные с сельхозкооперацией, с работой бизнес-навигатора МСП. То есть помимо того, что в деньгах в два раза вырос этот объем, он еще и качественно очень серьезно увеличился. Сегодня у нас такая, можно сказать, смотр сделанного и формирование неких планов на будущее. И в этих планах на будущее самое ближайшее – открытие удаленного рабочего места Банка МСП в нашем регионе. Оно будет располагаться на площадке Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. Это добавит бизнесу возможность быстро подать заявку и получить кредиты по самым низким льготным ставкам. Юлия Бабич, Саваушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.